Добрый вечер, друзья! Добрый ужин! Я снимаю вам, как кормят на ужин тут в ресторанчике. Нас тут в ресторанчике много, зал большой. Вот вы видите, что происходит. В данном случае смотрим на тарелочку. Вот одну тарелочку, другую тарелочку. Это салатик. Мы просто заказали такой салатик. Вы видите, что это моцарелла-чиз. Это сырок с лучком, с помидорчиком. Называется это все культурно. Так, а это что, Света, что это? Это такие шарики из сыра, внутри которых находится портабелла Маша. Да ты что, из риса. Шарики. Оно горячее. Друзья, я трогаю тарелку. Вы видите, мой палец очень горячее. Это, друзья, суп холодный. Холодный суп из клубники с мятным листочком. Здесь каждый день есть какой-нибудь на ужин фруктовый суп холодный с чем-нибудь прикольным. Вот один из них вы видите. Подошел человек и опосредовал маслицем оливковым салатик. Вот, теперь можно приступать. А вот, друзья, у моей соседки супчик как-как? Гарлик чесночный с крутонами. А крутоны, я извиняюсь, это как? Сухарики. А сказали бы сухарики. Видишь, как они все норовят. Наверное, за это больше денег берут, когда с крутозами. Друзья, вы видите супчик министроне. Это мне принесли. Вот я прошу, вас можно показывать? Не стоит. Не стоит. Я попрошу мою соседку инкогнито. Объясните, что вообще в супе министроне внутри? Вот там, что там? И картошка, и макароны, и разные зелени, и томаты, и какие-нибудь еще овощи. Это вообще суп такой. То, что у вас осталось, вы можете туда все накидать. А как красиво называются. Друзья, министроне. Он и довольно вкусный получается. Приступаем. Друзья, это блюдо называется тигровые креветки. Тайгер шримп. Значит, рисок. Шримпы. Такие, как будто сейчас тебя сожрут. Такие, по этому тайгер. Значит, зелененькое там спинат. И какой-то там масло. Аспарагус. Нет, что это? Сырок плавленый? Что это? Я думал, что это масло. Масло. Это масло. Аспарагус? Ну, что же, а пахнет как, друзья? Вот я тут с камерой сверху нависаю. Мы не чувствуем. Как оно пахнет? Они, 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 они мысленно с нами. Это блюдо что из себя представляет? А? Что это? Чикен маршал. Так, хорошо, чикен я, в общем-то, узнаю. А вот эти вот такие маленькие... Грибочки. Это не рыбки, это грибочки. Грибочки. Спаржа. Спаржа. Омидорчик. Ну, то есть, в общем-то, все близкие нам по духу компоненты. Куриная грудка с картошкой. Отлично. Вот, друзья, то же самое блюдо, только еще не тронутся. Вы наблюдаете. Так, друзья, что это в такой горячей, фарфоровой... Это плен пармежан. Ну, я плен пармежан, что-то здесь. Ну, пармежан, я понял, это сыр. А под сыром что там? Что там? Синенькие баклажаны. Синенькие. Значит, баклажаны. Ну, что же, идем дальше. А вот это, друзья, равиоли. Ну, вы знаете, что такое равиоли? Что я вам объясняю? Вот именно. Это у Саши называлось свиные плечики. Она называлась slow cook, то есть медленно приготовленные плечики. А что это вот это? Это такая картошечка. Саш, ты базилик сверху. Травка, базилик. Да, травка, базилик, морковочка. Шикарно. Это розмарин. Это розмарин. Розмарин. Розмарин, да. Я вижу. Вы слышите, друзья, музычку. Это не просто так. Сегодня день итальянский. Сегодня будет представление. Все наши официанты разных рас и вероисповеданий. Сегодня итальянцы. Субтитры сделал DimaTorzok. И вы, друзья, можете взять салфетку, мотать ей и чувствовать себя итальянцами. Спиртного не подавали, я хочу предупредить. А вы были всегда в экстра-ноу! А вы не итальянец? А на нашем местном, так сказать, фронте, раздают меню для десерта. Сейчас вот и нам тоже. Мы сейчас будем заниматься десертом. Не успели мы, друзья, моргнуть глазом пару сотен раз, как появляется клубничка. Это с ванильным мороженым, да? Да. Клубничка. А это у меня пломбирчик такой. Точнее, это ванила. Мороженое ванила. Оно без сахара. Невкусно. Ну да, невкусно. Ну да. Вот. У Светланы щербет. Щербет тоже без сахара. Света, я правильно говорю? Нет, что написано. Света, я говорю правильно, что он без сахара? Да, было написано в меню. И без молока. Без сахара и даже без молока. Такой многослойный, очень тематичный шербет. А вот это, друзья, кто, может быть, не сразу догадался, это крем-бруле с сухариком. Вот такое крем-бруле. Вот это блюдо, друзья, называется так же, как и выглядит. Да, абсолютно. Называется фига. Вот оно. Ага, вот там фига рядом. А это какой-то хлебушек, что ли, я не пойму. Ну, это апрекот. А это да, хлеб. Тут, кому ему, там должен быть намного лучше. Это, друзья, как многие догадались, вот это тирамису, у которого сверху чего-то не хватает. В смысле такого более мощного прикрытия шоколадного, да? Да. Ну, вот какой есть тирамису, такой есть. А это просто сэмплер. То есть, как бы, разные пирожницы, вот, попробовать в небольших количествах. И малинка. Вот все-таки умеют люди, понимаешь... И мята, да? Да, и мята. Да, это, наверное, тоже ягодка. Наш официант, друзья, сделал вышку из салфетки. Ты хочешь попробовать? Ты хочешь попробовать? Смотрите, смотрите. Ликс, ликс, ликс. Теперь у нас какую-то другую фигуру изготавливается, друзья. Ну, наверное. Похож на зайчика. Это рэбит? Это рэбит, рэбит. Грэмлин. Рэбит, рэбит, рэбит. Это рэбит, да? Да, это рэбит. Да, вот чему их учатся на курсах. Да, и как салфетки красиво складывать. Друзья, если вы как-нибудь будете работать на крузе... До свидания. Друзья, привет, привет. Баба-бай. Баба-бай. Вот, будете учить... Вы хотите работать на крузе, вас научат делать такие штучки. В творческом, можно сказать, порыве показываю вам кое-что. Поскольку меня официант возбудил, можно сказать, на подвиге. Сцена в парикмахерской. Мастер говорит, вас побрить? Он говорит, да. Он говорит, постричь? Да. Падиколонти? Он говорит, да. Он говорит, 3,50. Он говорит, шо? 50 копеек больше не дам. КОНЕЦ